3-4-5 Штаб открыт! Штаб открыт! Мы не только здесь за себя, мы еще и за того парня и даже не за одного парня. Мы здесь сегодня за Николая Ляскина, который просто провел татаническую работу, разыскивая это помещение, пытаясь заключить договор и просто который рассмотрел сотни вариантов, по которым нам везде отказывались ссылаться на то, что люди уже собственники просто. Коммерсанты, они боятся связываться с политикой, потому что они знают, что к ним придут и будут им угрожать. Леонид, у меня такой вопрос, простой вопрос. Ваш прогноз, как долго просуществует новое помещение московского штаба? Я, к счастью, очень плохой прогнозист. И у меня они очень всегда с этим хорошо получаются. Слушай, ну, опять же, тут вопрос, а что они хотят? То есть, они явно очень сильно хотели, чтобы мы не проводили и до сих пор хотят, чтобы мы не проводили в Москве никаких публичных мероприятий. Поэтому очень сильно хотят, чтобы мы их не проводили. Они нам сорвали открытие в клубе Вольта, они нам сорвали митинг 12 июня, они нам сорвали выступление Алексея, скажем, на митинге по реновации. То есть, ни к нему идея фикс, чтобы он каких-то больших публичных встреч не проводил. Ну, потому что понятно, как это выглядит. Кандидат-президент в столице выступает перед большим количеством людей. По этой же причине они нас гоняли, чтобы не было точек. Поэтому, давайте так, я отвечу на этот вопрос так. Зависит от качества работы московского штаба. Надеемся, что он будет работать так хорошо, что проблемы у него начнутся скоро. Когда они надавили на арендатора, на арендодателя, и тот как бы их послал по известному адресу, они надавили на собственника, и он расторг договор аренды с арендодателем, который нам ждал субаренды. Ну, вот этот сценарий здесь исключен, но они всегда могут быть в том, что он может быть виноватом. Штаб Навального, мы принципиально не открываем, что в Крыму, из-за сложного правового статуса, мы понимаем, что мы получим очень много геморроя, мы не будем иметь возможности обеспечить безопасность людей, потому что мы видим, что там происходит, там публикуются уголовные дела, но реально там сравнимо, наверное, только с республиками Северного Кавказа, и переследование активистов там огромное. И при этом мы получим огромные потери с точки зрения там и многих наших сторонников и так далее. То есть мы просто взвешиваем, пытаемся взвешивать это рационально. Извините, вот вы задали вопрос, вам не интересно услышать, ну просто как-то вы так были с беседой. Вот мы пытаемся взвешивать это рационально, взвешивать нуля, плюс и минус. То есть вот сейчас мы видим, что потерь проблем от работы штабов на территории Крыма будет больше, чем потенциальных предупредений, потому что, ну, это будет огромное, непрестанное источник головной боли и проблем от штабов. Спасибо за это. Огромное. Один вопрос. Разрабатываете ли программа более детальная? Да, и будет представлена 29 августа. Привет. Я выступаю у тебя прямой, я тут час выступал. Сейчас. А вот все уже, вы же все уже знаете, друзья мои. Все. Можно уже говорить мне теперь. Давайте. Как ваши впечатления? Есть вопрос сегодняшний. Я, честно говоря, до сих пор не понимаю, что это было. Я не думаю, что какая-то такая азкая спецоперация была проведена для того, чтобы мы не могли участвовать в открытии московского штаба. Я не очень верю в то, что они там хотят денег, потому что у них вот история с деньгами, она не для них. Они не понимают, особенно там миллион. Я не знаю, что сейчас. Тут надо посмотреть, что сейчас будет с Алексеем Навальным, по-честному. То есть, если будет и ему штраф, то тогда вообще ничего не складывается. То есть, если у него будет арест, то там какая-то интрига может... Просто они хотят показать, как у вас три ножа выходите. Как близко вы можете быть к тому, чтобы получить рецепт? Тоже... А то-то мы не знали. Такое откровение. Просто откровение для нас, для всех, что мы... То есть, они же реально в деле. Вот там многие из вас, кто выходил, там смотрел дело, видели? То есть, там в деле, вот такая стопка, там распечатка моего твиттера. То есть, кого я ретвитил, кого там я... Просто кого вставлял в так далее. То есть, тут сидят люди. Ну, там диски, которые с Навального...